Кому на удаленке платят больше всех и куда россияне потратили соцвыплаты на детей в 10 тысяч рублей, расскажем в коротком обзоре новостей. Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации. Уже готов проект приказа. Основой станут данные Минздрава о номерах телефонов людей, у которых уже диагностирован COVID-19. С помощью специальных алгоритмов составят перечень абонентов сотовой связи, которые находились в одной геопозиции и в последние две недели находились в постоянном контакте с абонентами из списка. Полученные данные направят в оперштабы, Росгвардию, МВД и Минздрав. Россияне потратили выплаты для детей на смартфоны. По данным торговых сетей, продажи телефонов стоимостью до 10 тысяч рублей выросли вдвое. Сплеск продаж недорогих мобильных устройств в региональных розничных сетях зафиксировали в начале июня и июля в связном, МВД, МТС и Эльдорадо. Аналитики сервиса Работа.ру назвали профессии с самой большой зарплатой на удаленке. На первом месте главные бухгалтеры. Их заработок в месяц достигает 250 тысяч рублей. На второй позиции профессии переводчика от 150 до 200 тысяч рублей. В список профессий с высоким заработком также вошли специалисты в сфере продаж от 100 тысяч. Зарплату до 120 тысяч рублей при дистанционной работе обещают специалисту по контекстной рекламе с опытом от одного года. Ямальский фотограф помог создать и раскрутить клип Ленинграда. Даниил Величко, долгое время живший в Ноябрьске, поучаствовал в качестве клипмейкера в создании клипа группы Ленинград «Фотосессия». Молодой человек сделал динамичную карьеру, начав работать художником-оформителем в «Газпроме», после чего перебрался в Москву, где основал компанию «Про Продакшн». За несколько дней клип набрал в YouTube более 1 миллиона просмотров. Верборанова телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.